Всем привет! Это седьмая часть серии о 12 международной выставке на ВИТЭХ и 32 международной выставке информационных и коммуникационных технологий «Связь», которые проходили со 2 по 6 ноября 2020 года в павильоне форум-экспоцентра в Москве. Российская неделя высоких технологий является важным этапом реализации программы «Цифровая экономика» и призвана способствовать укреплению спроса на российские IT-продукты, обеспечению кибербезопасности и развитию информационной инфраструктуры, искусственного интеллекта, мобильной, спутниковой и радиосвязи. Система позиционирования от MarvelMind используется внутри помещений. Это самая точная в мире коммерчески доступная внутренняя система позиционирования – EPS или внутренняя система определения местоположения в реальном времени – RTLS для промышленных и робототехнических применений. Готовая к использованию открытая навигационная система на базе стационарных ультразвуковых маяков, объединенных радиоинтерфейсом в безлицензионном диапазоне от 868 до 915 МГц или 433 МГц. Местоположение подвижного радиомаяка, установленного на роботе, транспортном средстве, вертолете, человеке, вычисляется исходя из задержки распространения ультразвукового сигнала на набор стационарных ультразвуковых маяков с использованием три латерации. Система позиционирования от Marvel Mind позволяет получить точность внутри помещения плюс-минус 2 см. На данный момент имеется несколько систем позиционирования. Это GPS GLONASS, который работает вне помещений, лидарные технологии, они очень дорогие, энергозатратные и громоздкие, и подходят только для ограниченного применения. А также оптический захват перемещения, но это работает только в очень ограниченной области и очень дорого, потому что требует очень плотной сети дорогих высокоскоростных камер, кабельной проводки и быстрых компьютеров. Еще одной приятной вещью в системе внутренней позиционирования Marvel Mind заключается в том, что они передают данные в родном формате GPS NME A0183. То есть, ваше внешнее устройство автоматически интегрируется с маяками Marvel Mind или модемом Marvel Mind, потому что они будут считать, что они подключены к обычному GPS, но который очень точен в пределах 2 см и работает внутри помещения. Для сравнения, сверхширокополосные системы UVB дают точность позиционирования около 10-30 см, что само по себе очень хорошо и обычно достаточно для отслеживания людей в промышленных приложениях, но недостаточно для роботов или беспилотных летательных аппаратов. Marvel Mind дает в 10 раз большую точность, чем UVB, в то же время стоит дешевле. В отличие от технологии UVB, которая предназначена для определения местоположения и использует время перемещения радиоволны для измерения расстояния и трилатерацию для расчета положения, как система GPS, система BLE или Wi-Fi основана на серии радиосигнала для оценки расстояния и не предназначена для определения местоположения. Единственное большое преимущество BLE заключается в том, что вам не нужно иметь мобильный маяк. Ваш телефон – это мобильный маяк. Таким образом, BLE хорошо подходит для руководства людьми в торговых центрах, музеях или аэропортах. BLE не очень хорошо подходит для промышленных или складских применений и вам нужна точность лучше, чем на уровне помещения. Без техника Без техника Система MarvelMind поддерживает Arduino и имеет свой API как для Windows, так и для Linux. Маяки измеряют расстояние с помощью ультразвуковых импульсов. Максимальное расстояние между ультразвуковыми маяками составляет 30 метров. Компания MarvelMind находится в Таллине, Эстония. Продолжение следует... Существует три распространенных субтрактивных метода изготовления печатных плат. Первое – это шелкография. Второе – фотогравировка. И третье – фрезерование печатных плат. Шелкография используется устойчиво к травлению чернила для защиты поверхности медной фольги. Последующее травление удаляет ненужную медь. В фотогравировке используется фотошаблон и химическое травление для удаления медной фольги из подложки. Существуют также сопутствующие или аддитивные процессы. Позитивный метод изготовления печатных плат является наиболее распространенным. Его суть сводится к тому, что травление рисунка осуществляется после того, как отверстия уже металлизированы. При этом для их соединения с катодом используется еще не вытравленная фольга, которая первостепенно размещается на поверхности платы. Негативный метод изготовления – это тот же самый, но в качестве фотошаблонов используются негативы. Гибкие и гибко-жёсткие печатные платы стремительно завоевывают рынок разработки. По прогнозам, треть всех изготавливаемых печатных плат к 2025 году будут гибкими. Преимуществами гибких плат являются улучшенные характеристики, меньший размер, повышенная надежность и больше возможных материалов для разработки. Один из главных трендов сегодняшней разработки печатных плат – это преобладающие использование гибких плат высокой плотностью соединений. Многие современные устройства используются в движении, а использование гибких плат позволяет уменьшить общую ширину проводников и в то же время обеспечивает дополнительную надежность в трудных условиях эксплуатации. АО «Алмаз-СП» исторически является одним из крупнейших в России производителем и поставщиком электронной элементной базы, печатных плат и электронных модулей для предприятий и отрасли. В последние годы компания «Алмаз-СП» входит в число лидеров по темпам развития на территории СНГ по поставкам печатных плат, а также контрактному производству электроники. В парке оборудования «Алмаз-СП» – высокотехнологичная линия поверхностного монтажа, оснащенная автоматической инспекцией и рентген-контролем. В распоряжении «Алмаз-СП» находится современный испытательный центр, оснащенный всем необходимым оборудованием для проверки электронных модулей и готовых изделий. Компания «Алмаз-СП» поставляет печатные платы любой сложности – от самых простых 1-2-слойных до 60 слоев. Гибкие, гибко-жёсткие, гибридные, на металлическом и керамическом основании, с интегрированными компонентами, глухими, слепыми микроотверстиями на доступных и труднодоступных материалах. Проектная группа Ailer Project разрабатывает и производит реконфигурируемые Psi Express и встроенные ускорители с использованием PLIS Intel. PLIS – это полевые программируемые вентильные массивы. Они могут параллельно выполнять вычисления, которые процессоры не могут выполнить по пропускной способности, скорости или эффективности. Вентильные массивы PLIS реконфигурируются в аппаратном обеспечении за несколько микросекунд, так что вы можете изменять функциональность вашего ускорителя почти на лету. Ускорители PLIS настолько универсальны, что любая отрасль, работающая с цифровыми данными, может воспользоваться преимуществами ускорения параллельной обработки, эффективной обработки сигналов, перенастройки и передачи данных с низкой задержкой. ЭРО – первый военный инноград. Цель создания военного инновационного технополиса ЭРО – обеспечить поиск, развитие и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере. Пристальное внимание уделено образовательным программам для молодых ученых в рядах российской армии. Расположение технополиса на морском побережье Анапы создает комфортные условия для работы и жизни. ЗАО «НТЦ-Модуль» более 30 лет успешно работает на российском рынке наукоемких технологий. С 1925 года компания создает высокопроизводительные процессорные ядра и аналоговые цифровые системы на кристалле. Сегодня, благодаря высокой квалификации сотрудников и самому современному оснащению, «НТЦ-Модуль» разрабатывает и производит аппаратуру управления и контроля самых современных авиационных и космических систем, аппаратно-программные решения в области нейронных сетей, в том числе в части обработки видеопотока изображений, навигации, связи, обнаружения и распознавания объектов, занимается контрактным выполнением научно-исследовательских и конструкторских работ. Ключевые виды деятельности НТЦ-Модуль 1. Разработка и изготовление встраиваемых бортовых АВМ 2. Разработка и изготовление аппаратно-программных комплексов распознавания изображений 3. Проектирование полузаказных цифровых и аналогоцифровых интегральных схем ЗАО «НТЦ-Модуль» присвоен статус технопарка города Москвы 15 июня 2016 года. НТЦ-Модуль имеют дочерние производственные предприятия в Воронеже и в Екатеринбурге. НТЦ-Модуль инновации разрабатывает и производит источники автономного бесперебойного электропитания, измерительные системы для сходомера жидкости и газов и управлять системой на их основе, систем безопасности, охрана периметра, коптеры, контроль воздушного пространства, микросхемы, вычислители, встраиваемое оборудование. 3.iTech – российский вендор речевых технологий, голосовой биометрии, а также специализированных решений сервисов для интеллектуальной обработки неструктурированных данных. Синтез речи 3.i.TTS – Text-to-Speech предназначен для использования в голосовых ассистентах, диалоговых системах и интеллектуальных ИВР, а также для озвучивания текстовых материалов, разработки систем голосовых оповещений и уведомлений. Продукты экосистемы 3.i.Box, в которую входят сервисы распознавания 3.i.ISR и синтез речи 3.i.TTS, голосовая биометрия и другое применяют разработчики системные интеграторы и поставщики решений для контакт-центров. 3.i.TTS использует НЛП-процессор и нейросетевую текстовую нормализацию. Система работает на ГПО в режиме реального времени. Сервис доступен через АПИ и может быть развернут локально на сторонней IT-инфраструктуре. АО «НПО Эшелон» разрабатывает широкий спектр средств защиты информации и анализа защищенности программного обеспечения информационных систем. Продукты имеют сертификаты FSTEC России и Минобороны России и могут использоваться для защиты информации с грифом вплоть до «совершенно секретно». Комплекс межсетевого экранирования и обнаружения вторжений Rubicon позволяет не только организовать эффективное межсетевое экранирование и обнаружение вторжений на сети организации, но и создать однонаправленный шлюз, с помощью которого можно обеспечить одностороннюю передачу информации между сегментами различного уровня секретности. Система комплексного тестированной защищенности Scanner WS позволяет обнаруживать уязвимости информационных систем с помощью набора различных утилит для анализа стойкости паролей, перехвата сетевого трафика и эксплуатации уязвимостей. Комплекс АКВС является единственным сертифицированным средством проведения сертификационных испытаний. Система КамРАД предназначена для оперативного оповещения и реагирования на внутренние и внешние угрозы безопасности автоматизированных систем, а также контроля выполнения требований по безопасности информации. Операционная система Аврора – это решение с открытым исходным кодом на ядре Linux. Открытая мобильная платформа – это дочерняя компания ПАО Ростелеком, занимается разработкой и внедрением единственной российской мобильной операционной системы Аврора и платформа управления мобильными устройствами Аврора Центр. Аврора Центр. Продолжение следует...